В городском дворце культуры Новомосковска состоялся завершающий этап 4-го детского рождественского фестиваля православной культуры «Свет рождественской звезды», традиционно объединяющий творческие коллективы новомосковского благочиния. Цель любого фестиваля, как рождественского, так и пасхального – это объединение людей, объединение семей. Потому что у нас очень часто бывает, что дети находятся не совсем близко с родителями. И в этот раз мы хотим, чтобы дети почувствовали вот это единение со своими родителями, чтобы семьи объединялись. И кроме того, еще цель этого фестиваля – познакомить детей, родителей, образование с традициями празднования Рождества в России. Церемония награждения гала-концерт победителей участников фестиваля предварила выставка детских поделок и мастер-классы по их изготовлению, разместившаяся в фойе городского дворца культурного Московска. Здесь проходят различные разнообразные мастер-классы, которые развивают у детей творческие способности. Ну а духовное направление праздника дает им еще и развитие духовных ценностей, понятия духовных ценностей. Мастер-классы очень полезны для детей, так как еще развивают и мелкую моторику рук. А всем известно, что мелкая моторика рук отвечает и за речь, за двигательную активность ребенка. Благодарим Тульскую епархию, а самое главное отца Лавра и его помощников, за такой чудесный праздник, который дарят они нашим детям. За такую огромную работу в нравственном и духовном воспитании детей. Спасибо огромное от меня и всех детей. Волшебной ночью в дом приходят гости. Волшебной ночью счастью дверь откройте. Волшебной ночью вспыхнет звезда. И будет ночь. Ночь, Рождество, Рождество. За усердной труды на благо Русской православной церкви в Тульской епархии, благочинный церквей по Новомосковскому округу Архимандрит Лавр вручил представителям комитета по образованию и руководителям образовательных учреждений Новомосковского района благословенной благодарности митрополит Тульского Ефремовского Алексея и обратился к собравшимся с приветственным словом. В человеческой истории, в истории мира есть две особые ночи. Это ночь, когда мы празднуем светлое Христово воскресенье и вторая ночь, ночь Рождества. Потому что после рождения Христа, после его воскресения мир весь изменился. И многие-многие люди, миллиарды людей задумались об этом событии и жизнь свою изменили, и стали лучше. Потому что у многих, у многих в сердце родился Христос. У нас уже давно сложилась традиция взаимодействия с новомосковским благочением. Не первый год мы участвуем в фестивале «Свет рождественской звезды». И очень отрадно, что в последние годы большое внимание уделяется именно взаимодействию церкви и воспитанию детей. И нам очень приятно, что наши скромные труды на ниве образования и воспитания детей отмечаются благодарностью митрополита Тульского Ефремовского Алексея. Я очень хочу поздравить и поблагодарить организаторов этого замечательного детского фестиваля. Мне очень приятно, что это мероприятие мы проводим совместно с новомосковским благочением. Мне очень приятно, что к нам приезжают представители Тульской епархии. И мы вместе, вместе с комитетом по образованию, администрацией муниципального образования города Новомосковск, делаем такой яркий праздник, который является важным событием в культурной жизни нашего города. За благотворное сотрудничество и высокий профессионализм при освещении в средствах массовой информации и деятельности муниципального образования, по духовно-нравственному и патриотическому образованию и воспитанию, благодарственным письмом главы муниципального образования города Новомосковск награждается Игумен Агафангел, руководитель информационного отдела Тульской епархии. Мне очень бы хотелось поблагодарить администрацию города Новомосковска за большую оценку нашего скромного труда и также адресовать ее всем сотрудникам епархиального информационного отдела и даже всем тем, кто находится на дальних приходах и благочиниях, кто работает в информационном поле, делает новости. Также молитвенно всегда благодарю Бога за то, что Он дает мне такую возможность прославлять и нести слово Евангелие не только с церковного амвона, но еще при помощи современных средств массовой информации. Я хочу всем сказать о том, что буквально два дня назад по благословению нашего архимандрида Лавра я побывала в Москве на рождественских международных чтениях. И там в Кремлевском дворце выступал патриарх Всеряной Руси Кирилл. И обратившись к участникам рождественских чтений, он сказал о том, что нравственность нашего государства зависит от того, насколько нравственны будут наши сегодняшние дети. А за то, как они будут узнавать нашу русскую национальную культуру, нашу христианскую культуру, отвечают взрослые. Поэтому необходимо, чтобы знакомство с этой культурой в православии начиналось уже в дошкольном возрасте и продолжалось вплоть до получения высшего профессионального образования. Вот тогда наше общество будет высоко нравственным. И страна наша будет жить по-другому. По завершении официальной части, творческие коллективы и юные артисты Московского района порадовали зрителей своими выступлениями, посвященными Рождеству Христову. И подтвердившими, насколько глубоко и проникновенно вошло православие в духовную жизнь русского народа и определило содержание лучших созданий нашей культуры. На этом фестивале я уже принимаю участие четвертый раз подряд. Мне здесь очень нравится. Я каждый раз пою здесь песни. В этот раз я подготовила песню про Вифлеемскую звезду. Все могут славить Христа по-разному. Кто может открытки дарить? А я могу спеть. Смотрю, как от вас удивляется, Рыхлых пухов из облака серого, И все большее-больше мне нравится, что становится цветом все белого. Белый снег над землей кружится, на земле ложится, а в ладони в моем высоте с белым снегом как часто бывает. Родчество, Родчество, Распортни в водах, Ты любви, Родчество, Мир и доброта. С родственником! Фестиваль «Свет рождественской звезды» привлекает множество участников тем, что главный в нем не конкурсная составляющая, а возможность поделиться с окружающими радостью Христового Рождества, приобщившись к педагогическому аксиоме образования, которое, по словам русского педагога Константина Ушинского, является духовно-нравственной составляющей, реализующейся через приобщение к традиционным духовным ценностям православного воспитания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова